На 2018 год запланирован ремонт дорог муниципального значения протяженностью 65 километров. Всего дорог 95, в том числе 54 дороги, ремонт которых осуществляется привлечением субсидий из бюджета Московского области. Согласно программу из муниципального бюджета на дорожную деятельность выделено 441 миллион рублей. 178 миллионов содержания и безопасных дорожных движений, 263 примут. Из них городские поселения 107 миллионов рублей, сельские поселения 222, городской поселения Равенске 112. Также правительство Московской области примет решение о выделении дорожного фонда Московской области на ремонт дорог в правительственном районе 172 миллиона рублей в качестве субсидий. Одной из приоритетных задач Министерства транспорта Московской области является ямочный ремонт. В настоящий момент в электронной системе зарегистрировано 305 ям. Работы по регистрации и ремонту ям будут завершены в срок до 1 июля. Также для оперативного реагирования на обращение к граждану по вопросу неудовлетворительного состояния дорожного покрытия создан единый центр управления регионом на базе Минтранса. Согласно ежедневному мониторингу системы ЯЦУ, с начала 2018 года уже обработаны более 300 сообщений. Оперативность решения проблемных вопросов в этой системе тоже является приоритетной задачей в текущем году. В рамках мероприятий по безопасности дорожного движения и подготовки к чемпионату мира по футболу разработаны и утверждены проекты организации дорожного движения. Будут введены временные ограничения движения транспорта в период проведения мероприятия. Есть правила, да, есть очаг аварийности, да, но они должны реагировать. У нас они не формируются очаги аварийности, но мы прекрасно понимаем, что есть та или иная дорога, которую надо заслуживать вниманием с этой точки зрения. Нам нужно проработать все это. Одним из показателей рейтинга 50 является снижение смертности АТП. На сегодняшний день в районе зарегистрировано 17 погибших. В прошлом году патологичный период 19. По итогам первого квартала 2017 года районский районный показатель занимает 21 место. По распоряжению губернатора Московской области готовится к реализации программа по замене автобусных павильонов на региональных и муниципальных дорогах для приведения их к единому формату. В районском муниципальном районе планируется замена 153 павильонов на региональных дорогах и 53 на муниципальных. В плане ремонта региональных дорог числится 26 объектов протяженностью более 70 километров. Основным принципом выбора автомобильных дорог, которые попали в программу ремонта региональных дорог, также является голосование на портале Добродет. На сегодняшний день выполнены работы на пяти объектов. Улица Народная, улица Чугунова, улица Электрификации, Ростов-Серей-Раминская, Раминская-Дольвер-Корс, Кратово-Хрикань. Приступили к работе на двух объектах – Северное шоссе и МНК Раминской кубинцовки. Глава района поставил перед руководителем МБУ Раминской автодороги несколько задач. Среди них решение вопроса с дорогой в Восточной Гостице. По предварительному согласованию ее ремонт планируется на 2019 год. Что касается областных дорог, у нас тоже есть сформированный план, по большому счету, да? Но, значит, у нас были просьбы, направленные на Минтранс. Первая – это дорога, касающаяся подъезда Камарково. Она вошла в план ремонта? Она вошла в план ремонта, тоже хорошо. Коснулось обсуждения и качества материалов, которые используются при ремонте дорожного полотна. Контроль за этим надо ужесточать. Мне не нравится дорога, которая у нас идет от круга электрификации до эстакана. Она рассыпется ровно через следующую зиму. Это вот 100%. Сильный материал, который мы приводим, теперь проявляется в лаборатории до начала работы, да? До начала работы, соответственно. Качество? Качество. Ну, на тройку это максимум. Особенно в отношении тротуаров, которые мы делаем в узких местах, где-то сейчас по безопасности движения. Особенно с учетом того, что мы уже в том году по снегу плали, по многому, троллинки, я знаю. То есть качество, то, которое мы сейчас используем, оно всегда нас будет заставлять делать одни и те же дороги. Мы все. Надо с этим согласиться и как-то ужесточать контролы. Сергей Григорьев, Елизавета Скрябина. Для программы «Городские вести». «Городские вести».